Дорогие братья и сестры, в сегодняшний воскресный день, когда Святая Православная Церковь собирает под сводами своих храмов православный народ для того, чтобы воскомнить, прославить Великого Сына Земли, Русской, Святого Равнопостального Князя Владимира. А сегодня вся Православная Русь собирается под сводами храмов для того, чтобы прославить Святое Воскресение. Поклониться великому событию, победе добра над злом, победе истины над ложью, победе света над тьмою. Именно этот свет, который просвещает всех, и принес святой равноапостольный князь Владимир на Русь, тогда еще языческую, тогда еще непросвещенную, сам еще находящийся во грехах и выдал о поклонстве, просветившись этим светом воскресения Христова, он приносит веру православную на нашу русскую землю. Она была встречена совершенно по-разному. Кто-то из любви и почитания Великого Князя согласился с принятием веры, кто-то сохранял свои языческие обычаи и снова приносил свои жертвы бездушным идолам, но свет Христов просвещает всех. Еще его бабушка, святая равноапостольная княгиня российская Ольга, внимательно читая Святое Писание, услышала удивительные слова, которые сегодня слышали и мы с вами в Храме Божьем. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Вот почему святая княгиня Ольга поняла, что нельзя веровать просто в душе, просто в своем сердце. Нужно исповедовать Иисуса Христа, победившего смерть и даровавшего в вечную жизнь всем верующим в Него своими устами. И она приносит веру православную в свою семью. Она пытается обратить к вереву Христа своего Сына Святослава, но он всячески уклоняется от этого, постоянно находясь в сражениях и походах. И лишь тогда, когда у нее рождается внук, маленький Владимир, она всю свою мудрость, всю свою любовь ко Христу пытается передать своему внуку. Сегодня в храме стоит много женщин. У многих из вас есть дети, а у кого-то уже и внуки. Это еще раз побуждает всех нас с вами передавать веру свою, устами своими, исповедуя Иисуса Христа своим детям. Ведь если мы не передадим, кто передаст? Мы видим, что происходит в современном мире. Мир все дальше уходит от Господа. А если мы бегло бросим свой взор за пределы нашей России, то одна только открывшаяся в Париже Олимпиада даст ответ на все вопросы. Куда проваливается весь этот так называемый просвещенный западный мир? Именно Святая Русь, которая сегодня прославляет крещение Руси и прославляет крестителя Руси, равноапостольного князя Владимира, продолжает и устами исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем веровать в то, что Бог воскресил его из мертвых. И потому каждый из нас должен сегодня извлечь несколько уроков. Первый из которых – это сохранение веры. Если князь Владимир насаждал, то есть он просвещал, и идолы поправший крестил Святую Русь, то наша задача теперь – сохранить веру и передать своим детям и внукам, как передавала Святая Равноапостольная княгиня Ольга. Вторая задача, которая сегодня стоит перед каждым из нас – это внимательно читать Святое Писание, внимательно изучать, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Не случайно Евангелие Адриана так и начинается. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бога. Сегодня многие сомневаются в бытии Бога. Сегодня нужно снова доказывать, что Бог есть. И мне вспоминается великий угодник, которому вчера прославляла Святая Церковь. Он говорил, особенно обращаясь к христианам, от чего нужно себя особенно беречь, чего избегать. И приводил четыре очень важных фактора, которые мне сегодня также хотелось бы предложить и вам в этот воскресный день. Первое – это беречься и уклоняться тщеславием. Мы никогда не должны гордиться, мы никогда не должны превозноситься над другими людьми. Ведь гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Второе, на что обращал внимание святой Нектарий, он говорил, нужно сторониться, бояться, даже усомниться в бытии Бога. Бойтесь даже усомниться в том, что Бог есть и в том, что Он сотворил весь мир, видимый и невидимый. Третье, на что обращал внимание этот великий подвижник, Он говорил, что нужно беречься и остерегаться отчаяния. Сегодня многие переживают, многие волнуются. Сегодня более всего в аптеках приобретается это антидепрессантно. Все то, что понижает уровень волнения, уровень стресса, уровень психического напряжения. Но ведь у нас с вами есть вера. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый. И не случайно Церковь напоминает нам эти слова. «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюсь я? Господь защититель жизни моей, от кого устрашусь я?» Верующий человек – это человек, который возлагает всю свою жизнь, все свои упования на Бога и, доверяя Ему, живет с Богом спокойно. И еще этот мир Божий старается принести тем, кто этого мира в своей душе и имеет. И последнее, на что обращал внимание Нектарий, он говорил, «остерегайтесь, особенно последние христиане, бесовского обольщения». Сколько вокруг нас сегодня обольщения бесовского? Достаточно открыть один только интернет. И сколько там соблазна для наших детей, которые родители не всегда могут усмотреть, но дети все дальше не только от родителей, но и от Бога, от Церкви. А там совершенно другой мир, западный, развратный, растлевающий, играющий, наслаждающийся и наслаждающий эти так называемые ценности, которые для нас, для Руси, никогда ценностями не являлись нашим детям. Вот потому, дорогие братья и сестры, давайте и мы, как святой князь Владимир, крестивший Русь, сохраним нашу веру православную нашим детям, нашим внукам. Давайте не просто рассказывать им о нашей с вами вере, а рассказывать о вере евангельской. А для этого будем чаще читать своим детям Евангелие, будем рассказывать события библейского происхождения. Будем сами каждое воскресенье ходить в храм и за собою приводить своих детей. И, конечно, веровать. Веровать в том, что сказал нам с вами Христос Спаситель. Верующих в Меня, если и умрет, оживет. И каждый православный христианин становится православным только тогда, когда поверит в свое бессмертие, когда поверит в то, что весь Я не умру. Душа в заветной мире мой прах, мое тело переживет. Что есть вечная жизнь, и именно туда стремится душа человека. Но выше просится душа, она не здешних мест шелится. А потому не позволяй душе лениться. Чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Вот этот труд над спасением своей души и спасение душ наших детей и внуков и полагает Святая Мать, наша Русская Православная Церковь, в основании сегодняшнего торжества и паки, и паки, провозглашает. Русь, Святая, храни веру православную. В ней же тебе утверждение. Аминь.